Домик Духов Так растет помело, уже известный всем нам фрукт. И папирусы здесь соперничают по размеру с египетскими. Видно влажный климат и милее пустынного. За этими роскошными растениями спряталась наша бунгало. Среди сочной, практически непрерывной зелени встречаются и яркие пятна цветущих кустарников и деревьев. Воздух пропитан джунглями. Он вкусный и сам дышит свободой. Убегают ввысь кокосовые пальмы. И просто нет слов для описания тех чувств, которые захватывают даже от одних воспоминаний об этом неземном, совершенно божественном уголке. Никакие многозвездочные отели не смогли показать мне для нас прелесть этого уединенного, оторванного от цивилизованного и шумного мира курорта на реке Квай-Ной. Вот джекфрод, или индийское хлебное дерево. И самые большие съедобные плоды, произрастающие на деревьях. Они весят до 34 килограммов. Это отнюдь не экзотическая птица, не случайно попала в наш объектив, как единственный недостаток этого райского уголка и возмутитель утреннего спокойствия. Но должен же быть хоть один недостаток в этом волшебном месте.